Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ можно с того, чтобы спросить вас, что вы подразумеваете под рутиной вообще. А вот, ну просто, что вы подразумеваете под рутиной конкретно, потому что пока вот как-то, знаете, не очень просто понятно, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду, говоря про рутину. Да, потому что, ну, рутиной просто может быть разные вещи, вот, и понятно, что для каждого человека это что-то, наверное, своё такое, да. Вот, ну, мне кажется, что нужно, нужно, нужно определить, что вы подразумеваете под рутиной всё-таки. А вот, потому что, ну, очевидно, здесь просто очевидно, что у вас сложился некий такой образ жизни, который вас сейчас просто не устраивает. Вот. И, соответственно, да, 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 на него нужно обратить внимание, потому что это на вас очень сильно влияет. Это первое. Это первое. Второе. Вы говорите, как выйти из рутины, значит, так, сейчас, секундочку, и заняться собой развитием. А для чего заниматься собой и развитием? Зачем заниматься собой и развитием? Да. То есть, как бы, вот, этот момент, он является ключевым. То есть, вы не задавались вопросом, например, вопросом о том, к примеру, а почему вы, ну, вот, не занимаетесь всё-таки развитием? То есть, вот, именно, ну, именно вот этим вопросом вы не задавались, я так полагаю. Полагаю. А в этом смысле всё довольно просто в этом смысле. А вы не занимались развитием, потому что вам это не интересно. Вы не занимались развитием, потому что вам это, вам это не нужно, вот. По крайней мере, вас это не интересует вот настолько, ну, настолько прямо сильно, да, чтобы вы этим занимались. Вот, потому что, ну, возможно, возможно, потому что нет целей, возможно. Вот, возможно, ещё по какой-то причине. То есть, пока это просто выглядит так, что выйти из рутины, просто потому что это рутина, и заняться собой развитием, просто потому что нужно заняться собой развитием. Зачем? Зачем? Для чего? Какие эмоции стоят за этим? Не ясно. Дальше. Если ты отдаёшься другим, нет ни энергии, и нет ни энергии, как данный круг. Вы отдаётесь другим, и у вас нет энергии. С точки зрения психологии речь идёт о позиции жертвы. Вот именно с точки зрения психологии, если мы говорим, вот. И, в общем-то, если опять же мы говорим о том, что вы находитесь в состоянии жертвы, то вы не берёте ответственность на себя. И отсюда ваши, в некоторой степени, трудности. Вот. А мы-то вы не берёте на себя ответственность. Вот. То, что вы отдаёте другим, здесь, я полагаю, история про личные границы, то есть вы не отграничиваете себя от других людей. Ну и, конечно же, мотивация. Конечно же, мотивация. Мотивация в том смысле того, а зачем я отдаюсь другим людям. А, вот. Для чего я это делаю? А, какой целью я это делаю? А, вот. А, что, что мною движет? А, поступать так. Вот. Ну, вы же, я полагаю, не просто так это делаете. У вас, вероятно, есть причины. Ну, есть какие-то причины для того, чтобы подобным образом себя вести. Вот. И, на мой взгляд, ну, нельзя, нельзя просто взять, да, и, ну, лишить себя этого. Вот. Нельзя. Просто так взять и лишить себя того, ради чего вы всё это делаете. Вот. Что касается, то есть нужно обязательно дать что-то взамен. А, что касается энергии, то есть у вас нет энергии, то, ну, здесь могут быть разные варианты, чувство вины, зависимость, страх их, вот. Зачастую это, ну, это зачастую страх одиночества, вот. Вот это зачастую. Ещё какие-то могут быть моменты, вот. То есть вот так, наверное, сразу всего не перечислишь, но и не нужно, потому что всё равно нужно это всё исследовать, так или иначе. Чтобы дать вам адекватную обратную связь, вот. Чтобы не просто что-то такое говорить, вот. Брав из воздуха, из воздуха, бирая из воздуха это всё. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. Вот, в принципе, такой, мне кажется, можно дать вам ответ. То есть это, да, это такой вопрос, вот, с вашей стороны, который больше оправдает больше вопросов, больше вопросов, да? Так что, мне думается, что имеет смысл поработать с вами, преследуя вашу ситуацию, вот. Ну, возможно, возможно, возможно гармонизировать отношения в той или иной степени, вот. Поработать над принятием себя, над воспитанием любви, любви к себе, потому что там определенные правды тоже. Вот. И смыслы. Личностные смыслы, функция, ну, такой вот, такой лобник. Вот. Личностные смыслы тоже желательно, конечно, раскрыть, потому что это, ну, важно, на мой взгляд. Вот. Без личностных смыслов ситуация не будет как-то развиваться в такую, ну, позитивную, я бы сказал, сторону. Вот. Потому что это будет холостой крутиться. Вот. Потому что развитие ради, развитие ради развития, это не та, не та цель, которая приносит человеку конструктив. Удовольствие и наслаждение, а радость. Поэтому я должен обратить на это ваше внимание, тоже, в том числе. Вот. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Вот. Я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Я надеюсь, что помог, хоть немножко помог. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Всего вам самого доброго. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok